Тем временем на Донбассе украинские бойцы готовятся к ночным боям. Вражеские стрелки атакуют преимущественно в темное время суток, когда передовую покидают журналисты, наблюдатели УПСЕ и представители гуманитарных миссий. Не исключение и территория, упоминающаяся в сводках, как Светлодарская дуга. Это линии обороны, окружающие оккупированные Горловку и Дебальцево. Репортаж с передовой Игоря Меделяна. Пулеметные ленты заранее набиты патронами. Оружие всегда под рукой, заряженное и готово к бою. Так живет один из опорных пунктов украинской армии. Здесь курорт по сравнению с тем, что раньше не работает артиллерия, танки не работают, только стрелковая в основном. Но пули противника не менее опасны. Все пути здесь простреливаются, гильзы под ногами, свидетельство того, что украинские воины вынуждены отвечать противнику. Возле огневых точек иконы и детские рисунки. На одном семья, вот только отца нет рядом. Эта ситуация знакома здесь многим. Жена и сын ждут дома. Скоро ему будет три года. Таких молодых пап здесь немало. И самим за отца здесь главный сержант подразделения Петрович. Получив немалый опыт на службе по мобилизации, он вернулся в Киев, где продолжил работать по специальности – пивоваром. Но желание помочь своим оказалось сильнее преимуществ в мирной жизни. Я и там переживал о своей работе, о своем продукте. Я очень волновался, чтобы все было правильно и хорошо смаковало. А сейчас я волнуюсь, чтобы бойцы вернулись к своим детям и женам. А много кому еще надо найти жен и родить деток. Потому что это наше будущее. А зная ребят, я понимаю, что у нас очень сильное будущее. Здесь повсюду украинская символика. Синие-желтые флаги и символы на форме. Ведь для этих бойцов Донбасс всегда был и есть Украиной. Если бы пленты были, мы бы навязали бы вам. Как и бойцы, украинским Донбасс видят и эти люди. Наталья с дочерью живут почти на передовой. По соседству лишь один мужчина. Остальные бросили дома и бежали от войны. Ребята охраняют. Вот и живем. Сейчас вот так выглядит очень много домов в населенных пунктах, расположенных на так называемой Светлодарской дуге. Видно, что жители пытались укреплять окна вот такой вот пленкой, чтобы хоть как-то сохранить тепло и защититься от ветра и сквозняка. Но, в принципе, им это не помогло. Пострадавшие от обстрелов оккупантов дом теперь пуст. И таких здесь большинство. Но, как говорят местные, многие их соседи готовы вернуться даже в разрушенные жилища. Только бы закончилась война. Игорь Меделян, Донецкая область, ЮЭТВ.